В этот день, ровно 20 лет назад, произошла трагедия, которая буквально потрясла всю Россию. В Беслане на школьной линейке раздалась автоматная очередь. Боевики загнали в здание школы более тысячи человек. Три дня заложников держали без еды и воды. Теракт завершился штурмом здания. В результате погибли больше 300 человек. Примерно половина из них дети. Мы, кто переживал 20 лет назад это событие, А среди нас еще достаточно много таких людей. Молодежь, уже, наверное, выросшая после, не помнит остроту, горечи этих дней. Мы же никогда не забудем и вам завещаем, чтобы хранили память. Каждый год 3 сентября возле технического вуза проходит памятная акция. В этот дождливый день здесь собрались все, для кого слово «солидарность» – не пустой звук. Террористы наказаны. Память. Но наша память, она остается. И в нашей памяти навсегда останутся эти боли. Это трагедия. Мы не можем допустить, чтобы это когда-то повторилось. Сегодня в память о погибших в Беслане студенты отпустили в небо белые воздушные шары. В память о погибших во время войн и террористических актов объявляется минута молчания. Светлая память погибшим. Митрополит Барнаульский Алтайский совершил литию по погибшим в теракте. Служба неподалеку со зданием университета проходит каждый год с момента основания часовни святой Татьяны. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком.